Вот пару слов о комбинированном Дамаске. Иногда вопросы такие получаем, что... Ну в чем разница, мол люди спрашивают. Просто Дамасской стали комбинированной со стали У-10. Скажу вам честно, технические характеристики одинаковые. Это ничего не меняет. Это просто меняет вид клинка в итоге. Более ничего. То есть некоторые хотят просто, чтобы рисунок был по всему клинку. Некоторые хотят, чтобы он был вот так вот необычно. То есть это ничего не меняет. В характеристиках. Да, еще спрашивали, как Дамаск там. Так получается, что он внутри вот этой вот углеродистой стали. Сейчас, наверное, попробую показать поближе. Чтоб с обуха было видно. Вот видите, Дамаск и стали там в середине. У-10 по краям. То есть во время шлифовки спусков он начинает проявляться. Только вот в данном случае он не везде проявился, а уже спускать некуда. Там уже металл кончится. Подводка тонкая уже будет, слишком хрупкая лифка получится. Но Дамаск находится в середине. По краям У-10. Это ответ еще на один вопрос. Вот это вот блестит, который. Это не бугор, как может показаться на фото или видео. Это вообще непонятно, как вышло. Но здесь все гладко, ровно. Ну, выглядит, как ступень. Да, в этом случае Дамаск проявился и сверху, и снизу. Вот здесь, наверное, сейчас видно, что он в середине находится. Вот в этом клиночке то же самое. Дамаск и стали У-10. И вставлена одна полоска из никеля. Вот она блеском отдает. Который разделяет Дамаск и стали и У-10. Вот это разделение, вот эта полоска никеля. Тут тоже вот так же он не равномерно проявился. Хотя... Дамаск присутствует везде. От начала до конца. Вот он в середине идет. И за счет спусков он должен был проявиться полностью. Ну, здесь вот... Вышло так. Ну, в любом случае, видео это лучше, чем фото. Ну, не всегда, но в большинстве случаев. Ракурсов для рассмотрения больше. Вот и все. Вот и все.